Когда люди пытаются изменить или сделать что-то, противоречащее естественному пути, по которому Аллах создал всё, это приводит к проблемам. Высокие каблуки и их вредное воздействие на тело. Недавние исследования говорят, что ношение обуви на высоких каблуках вызывает целую череду проблем. Когда человек стоит без обуви, или в обуви с плоской подошвой, и пятка, и носок стопы стоят на полу. В этом состоянии вес тела поддерживается сводом стопы, и он равномерно распределён между передним и задним отделами стопы. На высоких каблуках центр тяжести тела сдвигается вперёд. Это влияет на нормальное положение тела, так как тело в этот момент старается провести целый ряд корректировок. Каблук высотой 1 дюйм способен наклонить тело на 10 градусов. Многие доктора и терапевты установили, что высокие каблуки могут привести к лордотическому искривлению в поясничном отделе позвоночника, и это увеличение поясничного лордоза является основной причиной боли. Позвоночник человека имеет 4 отдела, известные как шейный, грудной, поясничный и крестцовый. Одной из основных функций этих отделов – действовать как амортизатор во время ходьбы или бега и уменьшать нагрузку на позвонки. С негативными изменениями в отделах позвоночника и увеличением нагрузки или давления на позвоночник довольно часто возникают боли в пояснице. Одной из распространённых болезней является фораминальный стеноз. Это состояние спинного нерва, наступающее, когда в результате нарушений в анатомическом строении блокируется или уменьшается пространство в одном или более отверстии позвонка. Пояснично-крестцовый радикулит является ещё одной проблемой. Он возникает из-за защемления седалищного нерва, который проходит через ягодицы и далее вниз к ногам. Статистика, собранная в США, показывает, что более 20 тысяч женщин обратились в больницу из-за одних только падений и растяжений лодыжек, и что высокие каблуки представляют собой один из самых больших факторов, ведущих к проблемам с ногами у женщин. Треть постоянно испытываемых проблем происходит из-за длительного ношения обуви на высоких каблуках. Остеопаты объясняют, что длительное ношение обуви на высоких каблуках приводит к распространённым проблемам с ногами. Ношение высоких каблуков и постоянное расположение носка ваших ног в неестественном для него положении может вызвать ряд болезней от врастания ногтей в кожу до необратимого вреда для сухожилий ваших ног. Кроме того, помещение вашего носка в узкую обувь может вызвать повреждение нервов и образование шишек. Ношение высоких каблуков может сократить длину мышц ваших икр и спины, ведя к боли и мышечным спазмам. Каждый раз, когда вы носите обувь, ограничивающую естественную форму ваших стоп, вы рискуете испытывать боль. Многие женщины страдают от сокращения ахиллесового сухожилия, потому что в положении высокоподнятой пятки оно стягивается. Менее чем за 6 месяцев это может привести к значительным изменениям в длине сухожилия и мышц. Походка Когда вы ходите, ваша стопа зафиксирована в более вертикальном положении. Следовательно, вы не сможете с большей силой оттолкнуться от земли. Это побуждает ваши мышцы-сгибатели бедра работать сильнее, чтобы двигаться и тащить тело вперед. Ваши колени также начинают наклоняться вперед, сгибаясь, заставляя мышцы работать сильнее. Бедра Мышцы-сгибатели бедра располагаются на верхней передней части бедерной кости. Чтобы помочь вам ходить, они вынуждены работать сильнее и дольше, так как ваша стопа зафиксирована в более вертикальном положении, изогнутая стопа, и сила, чтобы двигать тело вперед, уменьшается. При постоянной перегрузке мышцы-сгибатели бедра могут стянуться, что может привести к контрактуре, уменьшению подвижности. Контрактура может привести к изменению изгиба, выпрямления поясничного отдела в пояснице. Колени При ношении обуви на высоких каблуках колени сгибаются, и большая берцовая кость поворачивается вовнутрь. В этом положении на внутреннюю часть колена действует сжимающая сила. Это является отличительным признаком оси артрита. Высокие каблуки увеличивают расстояние между полом и коленями, что приводит к боковому сдвигу колена, что также вызывает оси артрит. Лодыжки. Высокие каблуки снижают подвижность и силу голеностопного сустава. Из-за высоких каблуков происходит стягивание мышц икры. Стягивание мышц ведет к потерям силы при попытке оттолкнуться от земли во время ходьбы. Положение лодыжки также может привести к сокращению контрактура ахиллесового сухожилия. Это может увеличить натяжение ахиллесового сухожилия в том месте, где оно соединяется с пяточной костью, и привести к состоянию, которое называется инсерционный ахиллотендинит. Ступни. Когда ступня находится в вертикальном положении, на подошву носка увеличивается давление. Давление становится сильнее с увеличением высоты каблука обуви. Ношение обуви с каблуком 3,1 дюйма повышает давление на подошву носка на 76%. Повышенное давление может привести к боли или к деформациям стопы, таким как молотообразный палец, бурситом большого пальца или мизинца, деформация Тейлора и невроме. Вертикальное положение стопы приводит к тому, что стопа становится более супинированной, вывернутой наружу. Данное изменение в положении стопы меняет направление натяжения в ахиллесовом сухожилии и может привести к состоянию, которое называется деформацией хаглунда. Кожа и пальцы ног. Узкая заостренным концом колодка, которая часто бывает в обуви с высоким каблуком, также часто вызывает мозоли, натоптыши и волдыри. Травмы из-за чрезмерно длительного ношения. При давлении на носок стопы посредством высоких каблуков вес тела переходит от каблука к подушечкам стопы. Это вызывает 90% перераспределение веса тела за счет головок плюсневой кости стопы. Это может повлечь травмы из-за чрезмерного ношения, такие как болезненные утолщения вокруг нервов. Или же образуются костные наросты, такие как бурситы. На сегодняшний день принято окончательное утверждение о том, что обувь с высоким каблуком является главным фактором увеличения случаев дегенеративного артрита колена у женщин. Это значит, что чем выше каблук, тем сильнее его воздействие на колени и другие суставы. Принимая во внимание то, что высокий каблук меняет распределение веса в коленном суставе, становится ясным, почему число женщин, страдающих артритом колен, несоразмерно больше, чем число мужчин.